всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле все кто попал на это видео случайно и специально всех вам приветствую всех вас всем вам желаю всего самого-самого доброго во все сферы вашей жизни у нас сегодня такое видео я хочу записать это маска или жизнь вы видите на заднем фоне у меня некий ну известный неизвестный голливудский актер в известных фильмах он достаточно снимался снимался он зовут его прежде всего хоакин феникс по-моему тогда хоакин феникс да и снимался он кто знает такой фильм джокер я признаюсь честно я его не смотрел я представлю какого духа и вообще этот фильм так то постеры есть конечно в интернете я стараюсь фильмы сейчас ну понятно хорошая кино редкость можно найти да где нету там жестокости или еще чуть убийств всяких до разных вот и кстати это и удивительно и я конечно скажу свою некую мысль в конце да про вообще конечно дисбалансы в человеке да и то что в человеке все у нас и хорошее плохое до ролик сегодня будет посвящен веганству до вегетарианству как хотите хотя бы тогда и вот знаете все время постоянно много криков а голливуд сатанинской отродье исчадье ада ну кто знает да особенно больные этим религиозники в основном православные католики протестанты все там все они хороши до голливуд все плохо все все это загнивающий запад загнивающая европа все везде плохие одни мы святая русь хорошие я к себя к русским вообще не отношу я к слову русский отношусь точно так же как мне кажется должен относиться любой нормальный человек это слово для меня означает то же самое что вы называете вилка или ложка мы просто разные так как мы говорим на разных языках основном это относится я отношу когда говорю что я русский к том что я просто говорю на русском языке на другом языке которого человек меня не понимает естественно вот и все я терпеть не могу когда людей делят по национальности для меня после моего покаяния который был 10 лет тому назад для меня существует только два типа людей грешники и праведники все и так было и до покаяния в общем то хорошие плохие люди да все остальное меня никогда не волновало и поговорим мы сегодня с вами о кто знает было недавно церемония награждения которая постоянно проходит золотой глобус до 2020 и я вам буду зачитывать сейчас некую статью с центра защиты я подписан на вконтакте на группу центр защиты прав животных вита кто знает достаточно известная организация в россии мне очень она нравится очень любом вот у них недавно был пост и я его себе добавил естественно чтобы дальше его понести по миру и я хотел бы вам его озвучить давайте почитаем что здесь написано хоакин феникс сделал золотой глобус 2020 2020 года веганским золотой глобус стал веганским благодаря фениксу и состоялся под знаком борьбы за спасение животных и планеты признавая роль животноводства ну во-первых обращу внимание за роль спасения животных и планетам признавая роль животноводства в деградации нашей планеты и смело принимая меры для того чтобы внести свой вклад в снижение вреда голливудская ассоциация иностранной прессы проявила отличное лидерство хоакин феникс веган ну это его цитата мощное послание но это уже пишет сам центр защиты до принимая награду за лучшую роль в кинодраме джокер ягру сам фильм конечно я даже не знаю как рекомендовать не рекомендую к рассмотрю что я сам не смотрел думаю что там конечно ничего хорошего для святых людей нету поэтому я даже те тем больше об этом мы сегодня поговорим что да вот казалось бы люди могут ну понятно что мы все можем делать хорошие плохие вещи ну об этом позже актер хоакин феникс заявил в своей благодарственной речи во-первых ну прямая речь хокина во-первых я хотел бы поблагодарить голливудскую ассоциацию иностранной прессе за понимание и признание связи между животноводством и изменением климата это был очень смелый шаг сделать сегодняшний вечер веганским это действительно мощное послание вопреки распространенному мнению я не хочу раскачивать лодку наш корабль уже чертовски качается очень приятно что так много людей откликнулась и направили свои наилучшие пожелания в охваченную пожаром австралию но мы должны сделать больше я не всегда был добродетельным человеком но я много многому научился и многие из вас в этом зале дали мне возможность сделать это правильно я был глубоко благодарен вам за это но вместе надеюсь мы сможем объединиться и надеюсь внесем некоторые изменения здорово голосовать но иногда нам нужно брать на себя эту ответственность вносить изменения и жертвовать чем-то в своей собственной жизни и я надеюсь что мы сможем это сделать я постараюсь делать больше и надеюсь что и вы тоже эту речь кстати можно найти в интернете переведенную ну саму конечно же кинопремии вы можете найти есть русские озвучки кусками пом даже есть целиком там можно эту речь хокина на него посмотреть там он что-то сильно нервничал я понимаю что его сердце распирался он хотел вынести мозг по полной но у него речь такая была сумбурно кстати вот это текстовая интерпретация его речи достаточно такая спокойная простая но там он говорил не очень но помимо этой речи я вам единственно рекомендую я если не забуду я в описании или в комментарии прикрепленном под этим роликом добавлю ссылку на двухминутный всего ролик с ним тоже интервью по поводу того почему он веган вот вообще вы можете о фениксе а хоккене фениксе забить и посмотреть сами я добавлю тролльки если забуду напишите мне взять в комментарии чтобы я добавил прикрепил тоже двухминутность ютуба вы посмотрите где просто не интервью тоже берут двухминутные вот спрашивает после то реклама который я сегодня тоже скажу где он снялся ну так уже в процессе все равно говорю это феникс также сказал вдохновленный феникс также сказал своим коллегам номинантом что он вдохновлен ими назвал их работу завораживающий добавил что гордиться честью быть упомянутым вместе с ними среди них был кристиан блэйд антонио бандера саддам драйвер и джонатан прайс феникс поблагодарил режиссера джокера то тотда филлипса а также свою возлюбленную руни мара раз растроганную словами хоккена о любви к ней согласно источнику сделать золотой глобус 2020 всегда в года веганским было личной инициативой феникса хоккен являясь давним веганом и борцом за права животных убедил голливудскую ассоциацию иностранной прессы организовать стопроцентный веганский ужин на церемонии как правило гости золотого глобуса садились за стол к тарелкам с мясными стейками и рыбой но в этом году звездой меню включил звездное меню включала в себя холодный суп и золотой из золотой свеклы с кервелем и амарантом гребешки из королевских вешенок ризотто из диких грибов ну то есть пытались кто знает есть веганская кухня пытаются закосить под они веганскую чтобы людей хоть какое-то желание появилось да и или чтоб привычку побороть до жареные качанчики фиолетовой и зеленой брюссельской капусты морковь глобус гороховые усики всевозможные веганские закуски и веганский шоколадный торт опера на десерт веганская еда из растительных ингредиентов была доставлена также и в закулисный артистический бар куда знаменитости заходили перекусить в перерывах ни в одном из бутербродов и закусок в этом году не было ни мяса ни других животных ингредиентов стойкая позиция феникс стал веганом с трехлетнего возраста я и мои братья ну идет прямая речь феникс как раз вот из такого интервью на который я вам уже дал ссылку я и мои братья и сестры были свидетелями того как рыбу убивали очень жестоко заметьте рыбу они как у нас любят только что свинюшку убивать нельзя рыбу убивали очень жестоко и агрессивно было совершенно очевидно что мы не хотели участвовать то есть он где-то жил ведь те где происходили эти бойни прибрежные и мы не хотели поддерживать это мне это кажется очевидным я не хочу причинять боль другому живому чувствующему существу в том что именно хоакин феникс его соратница и невеста руни мара предложили эту идею и сыграли ключевую роль в ее реализации признался моби моби кстати кто знает тоже веган хоакин и руни мара вроде как хоакин и руни мара это его цитата моби вроде как организовали это веганской веганской мафии мы с хоакином знаем друг друга десятилетиями и не знаю позволено ли мне даже говорить это но я знаю что он был одним из тех кто помогал организовать все это веганский стол на церемонии я не знаю сделали он это преимущественно одним или совместно с другими людьми но он недавно сказал не что работает над этим в интервью прессе феникс призвал организаторов других церемоний также сделать их веганским назвать назвав животноводство одной из основных основной основных причин изменения климата измененное меню было объявлено на прощальной неделе это была часть усилий организаторов мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду у нас сначала предполагалось меню с рыбой затем мы обратились вместе с нфп а и они захотели внести кардинальные изменения чтобы отправить доброе послание миру но инфе то есть вот эта организация глобус то есть он предложил хоть что-то сделать они даже сами проявили инициативу полностью уж сделать так делать да это безусловно первый золотой глобус который стал простите я болеющий пока который стал веганским заявил исполнительный шеф-повар отеля беверли хилтон матью морган климатический кризис угрожает нашей жизни мы думаем о новом годе и новым десятилетия о нашем будущем поэтому мы начали говорить между собой что мы можем сделать чтобы послать важный сигнал о проблеме сказал лоренцо сория президент голливудской ассоциации иностранной прессы двукратный обладатель золотого глобуса феникс всегда использует свой статус чтобы выступить за права животных недавно он вновь появился в соцрекламе организации люди за этичные отношения к животным рета призывающий прекращение видовой диск дискриминации специфизма феникс лидер среди номинантов на премию оскар за лучшую мужскую роль в иностранный в инстаграм в инстаграме своей сестры риан рей рейн он написал признавая роль животноводства в деградации нашей планеты смело принимая меры чтобы внести свой вклад в снижение вреда нфп проявил большое лидерство спасибо господин сурия замечательные повара и все кто так усердно трудиться трудиться чтобы противостоять экологическим опасностям с которым мы сталкиваемся поддерживаясь нам основ основанный на растениях 77 77 праздник золотого глобуса перевод вита ну и тут уже идут координаты что хочу сказать по поводу рекламы это вот эта реклама в которой ой включил программу сейчас секундочку по поводу реклама это реклама которую видите сейчас на экране это так я его сейчас вам уменьшу она не уменьшается но неважно так поменьше вот он хоакин феникс такой с таким глазом куриным как бы глазом we all animals мы все животные мы все живые существа до если вам так будет лучше звучать а лозунг или слоган как хотите к этой рекламе был тот что когда мы смотрим на мир глазами другого животного мы видим что внутри мы все одинаковые и что все мы заслуживаем того чтобы жить без страданий мысль на самом деле очень простая и казалось бы понятно но до сих пор человечество не может этого уразуметь конечно же когда мы вырываем душу живых существ и мы вырываем душу живых существ и я сейчас обращаюсь ко всем этот ролик я записываю не только для христиан естественно кто знает хотя сам я христиан верху от вас мой личный бренд так называемый дал моё призвание моё звание как хотите мое имя я христианин проповедую христианство жизни учения иисуса христа о любви человека ко всему божьему творению абсолютно ко всему но этот ролик естественно хочу чтобы смотрели все люди на земле неважно какого вероисповедания вы придерживайтесь любовь к божьему творению к мирозданию к тому что тебя окружает неважно ты можешь быть атеистом это любовь естественно для тебя и я кто мои ролики давно смотрят это же не первый ролик посвященные веганству до любви к животным то я об этом много раз говорил поставьте себя на место этих животных игру когда до вас дойдет что это ваших детей запирают в клетках что это ваших детей подвешивают на крюки что это ваших детей или у ваших близких отнимают что это ваших детей убивают что это на ваших детях или родных или близких проводят опыты вы знаете все становится на свои места очень просто легко и понятно оказывается вся вся проблема человека что он просто не хочет этого сделать он просто отворачивается от истины великолепная реклама мой респект уважуха хокки хоккинсу фениксу за так за такие конечно же дела да вот я говорю несмотря на то что то я к чему хотел сказать конечно начала вот эту общую мысль люди стараются хоть что-то делать эти люди вызывают у меня огромные игру уважение и респект в отличие я вот сегодня хочу сказать вы знаете для меня веганы намного ближе чем христиане убивающие животных а таких христиан 99 и 9 десятых в мире эти люди не доросли даже до веганов несмотря на все исповедание исторического иисуса несмотря на то что они поют ему песенки каждую субботу с воскресеньем а может быть и каждый день это ничего не значит если вы поднимаете свои нечестивые руки на беззащитных безжалостно на беззащитных беспомощных любящих нас животных вы не доросли не то что до христианства вы пока до веганстве не доросли потому что христианство начинается и заканчивается с любви к врагам любить любящих и грешники любит любить ближнего это норма для человека с большой буквы ч веганство это еще ниже наши люди бывают согрешают даже близ 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 близкие до которых нам заповедовал христос любить даже если он тебя презирает как это господь рассказал в притче о добром саморенение животные ничего плохого нам не делают мы не нуждаемся в их них увы в убийстве этих бедных существ и что и пожирание их трупов это очень важно понимать очень важно понимать в принципе по поводу веганство просто хотел показать что веганы это не какие-то избранные люди редкие в этом мире действительно когда в эту тему кто знает я лично 10 лет вегетарианец то есть я не убиваю живые существа не проплачиваю эти убийства я лишь полгода назад стал горячо ильян это проповедовать хотя я всегда об этом говорил себя в этом свидетельствовал ну вроде как это моя личная блажь как я и другим говорил но я не настаивал да кто знает меня последние полгода я стал горячо господь мне это явно на сердце положил воздвиг меня я стал естественно это горячо проповедовать и это не какая-то моя блажь это норма для любого нормального человека считающего себя кем угодно хотите человеком хотите детям бога хотите просветленным человек убивающий убивающий мясо не растет на деревьях и не падать с деревьев и не растет на земле мясо появляется вас тарелки только причем мясо неважно рыбы птицы млекопитающего появляется у вас на тарелке только благодаря убийству этого беззащитного живого существа живой души и для христиан не удивительно что они этого не понимают у которых есть библия в которой в первой главе книги бытия описано что это такие же души живые как и человек обладающий всем набором чувств этой души любовью страданиями горями радостями да все это есть вы знаете я вот единственно когда ты читаешь кого цитируешь смотришь если обратили внимание очень частым и веганство конечно же давит на то что животного совредит экология кто знает от меня я никогда не говорю о здоровье и даже об экологии это конечно все есть и это следствие и я очень обратил внимание потому что вы знаете вот именно иногда публично как говорит чтобы не отвернуть там чтобы людей потихонечку я вас уверяю что настоящие веганы тоже я много кого смотрел на кого слушал я вижу их не сердце это люди только вот из этих каких-то побуждений причем я даже скажу что они или я не всегда правильно поступаем когда начинаем вот это все мягенько стелить там ну вот это из экологию слушать если у человека нет жалости к живому существу ему какое дело до экологии я сам принц поэтому если вы от меня кто меня слушает и давно меня знает а кто недавно и может быть впервые этот ролик смотрит вы знаете если у человека нет любви к живому существу чему дело до природы это неправильно я считаю ключ они об этом говорят очень часто очень много я говорю конечно про скальки особенно когда пытаются это благовествовать людям но я считаю это неправильная схема и кто знает у меня есть ролик как у христианина как у человека проповедующего истинное учение иисуса христа она одно один фундамент одна причина стать веганом это любовь к живым существам если у вас вы ее нету в сердце надо просто задуматься что у вас за сердце и какая какая тьма в вас господь иисус христос так и говорил в своем учении если свет в которой тебе в которой в тебе тьма то какова же тьма каковы же твои дела вот это очень важно понять любому человеку на земле закончить я хочу все-таки ролики разные не зря я взял вот этот вот да вы знаете он сам себе сказал да я не идеальный человек я конечно же прекрасно понимаю как христианин я сейчас не буду судить феникса хокина феникса да конечно же я понимаю что жизнь этих звезд знаменитых людей богатых людей сам принцип да вот посмотрите на этот картиночку да даже не я или пил она была в интернете вы знаете конечно же в человеке в каждом человек сам из добра и любви бы он образ и подобие бога но человек может творить зло конечно же в идеале человек должен стать богом богом абсолютно любовью и конечно же двуличная жизнь двойная жизнь она ничего хорошего не дает человека и этим люди можно только посочувствовать я вам сразу говорю нет не думайте что им надо завидовать что казалось бы вот они так живут и там богат и знаменит это ничего не дает человеку евро я не смотрел фильм джокер но я по трейлерам то что там вылазит в интернете аж прекрасно понимаю о чем этот фильм ничего там хорошего нет секс насилие рок-н-ролл да и так далее вот и вы знаете тут просто вот именно конечно же я это все осуждаю да я естественно этим не занимаюсь естественно сам я проповедую абсолютную любовь абсолютное добро это нормальное общение понятно что показано в том фильме мама не горю я говорю даже несмотря я знаю ну просто мы все это понимаем я думаю не надо вам говорить что тут я имею право судить о том чего не видел это современные то более-менее фильмы то там то там проскочит а там проскочит а ударит то еще что-то да все фильмы связаны с убийствами в основном да с какими-то неважно по страстям чуть ли не всеми их там да вот в этом хорошего ничего нет вот ну в человеке есть и хорошее за это хорошее как говорится его надо похвалить и воздать и я вам вот я не просто так употреблять фразы я как христианин вам публично заявляю что для меня веганы люди я не говорю что если веган убивает человеку он конечно выше христианина нет но если люди веганы животных так любит да и и действительно я знаю все прекрасно что когда ты фашисты там любили я сам это говорю вот именно речь идет конечно же а любви ко всему божьему творению человек естественно наверху всего он стоит образ и подобие но никто никогда не имеет права ложить на разные чаши весов там любовь типа к человеку и ради любви к человеку там позволять ему убивать животных нет мы не позволяем одним людям убивать других здесь то же самое да и конечно же этим людям есть куда расти да нам всем есть куда расти но действительно то же самое христианство должно начинаться с любви ко всем вообще я конечно все таки закончу христианство несмотря на весь этот голливуд там да что все это сатанизм да ну видите люди стараются везде светить у человека открытое сердце в этом по крайней мере плане и он светит и слава богу и слава богу да закончить я хочу такой мыслью что конечно же сейчас я уже обращаюсь к любым детям света в частности к христианам которые тянутся к свету некоторые по имени христиане которые хотят стать богами детьми живого бога а становятся они делами как и сказал иисус о том что если вы так будете делать тогда вы будете детьми бога небесного и причем отца небесного бога причем иисус это говорил когда говорил единственно любви к врагам ну чтобы дорасти до любви к врагам как а как к чему вы можете петь какие песни о любви к людям если вы поднимаете его возносите свои нечестивые руки на то чтобы лишить жизни решить жизни безжалостно лишить жизни беспомощное безобидное живое существо ради чего ежесекундного удовольствия вашего и чрева языка обоняния лично для меня я говорю вы не вы не христиане вы не христиане вот так вот всех призываю перейти на как минимум кто слушает впервые кто еще до этого не дошел перейти на вегетарианство и я кратко я в ближайших роликах запишу что такое вегетарианство но здесь скажу чтобы вам уже было понятно вегетарианство даже для христианина это не только не поедание свинины или даже телятины вегетарианство возьмите сюда правильное понятие она есть у йогов хотя к и я отрицательно отношусь к йоге от у меня там вечно с востока мешают нет но у них а вегетарианстве правильное понятие это пища несущая энергию смерти это пища полученная посредством убийства живого существа и они в отличие от христиан не лишали душ ни рыбу не птицу и для христиан казалось бы для которых в библии написано что это именно души живы знаете все уперлись в эту рыбу которую якобы в новом завете иисус есть какие-то моменты я об этом скажу в следующих роликах сейчас не буду разжевывать да ну а курочку вроде иисус не ел курочку как вам курица птица поэтому надо понять вегетарианство это все что связано с пищей которая получена посредством убийства в которой есть энергия смерти поэтому вегетарианец это тот кто отрекается от всей пищи полученный посредством убийством живого существа и живыми существами кто прикалывается начиная томой да тогда и цветочек живой нет живые существа это те существа та жизнь которая имеет чувство это птицы рыбы и млекопитающие вот и все на этом у меня все всем я рад был на своем канале на этом ролике надеюсь он для вас откроет новые знания и утвердит в тех которых вы находитесь сейчас и надеюсь что ролик не останется праздным и вы его примените к своей жизни я никогда просто так роликов не записываю во всех роликах я призываю изменить свою жизнь стать цветы святым стать богом в любви ко всему божьему творению всех вас по-братски обнимаю целую всем желаю в жизни всего самого лучшего стать совершенными ну и пока пока до встречи следующих видео